Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех поздравляю с воскресным днём. И вот давайте обратим внимание на завтрашнее апостольское чтение из послания апостола Павла Колосина. И апостол Павел в послании им говорит, «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга салмами, славословьем и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Апостол Павел в этом послании до этого говорил о том, что необходимо совлечься светского человека, то есть избавиться от грехов, от тех страстей, которые нас от Бога отдаляют. А дальше в этом отрывке он говорит о том, какие плоды человек получает. И человек, действительно противоставший греху, может и должен потом облечься и в милосердии, благость, смиренно мудрый, кротость, долготерпение. То есть те добродетели, которые нас к Богу приближают и дают возможность нам постоянно находиться как бы в общении с Богом и, собственно, в Боге, то есть жить в единстве с Богом. И дальше и необходимость снисходить друг к другу, прощать друг друга, если какая-то даже имеется жалоба, как Христос простил вас, так и вы это делаете. То есть тоже нам необходимо помнить о том, что если мы стали к Богу ближе, если мы избавились от наших грехов, получилось преодолеть, наша жизнь изменилась, то это все по милосердию Божию. То есть Господь нас простил, дал нам все необходимое для того, чтобы жить в таком единстве с Ним самим. И если кто-то, ну все несовершенны, мы видим, что во времена апостола Павла люди гораздо ближе и ревностнее к Богу были. Но тем не менее и тогда тоже были какие-то и распри, и разногласия. Ну вот самое главное уметь в таком случае простить. И тем более мы должны помнить для того, чтобы суметь простить о том, что и мы сами прощены. То есть если мы, будучи прощенными, не будем прощать, то и прощение Божие от нас тоже отойдет. И мы опять можем вернуться в состояние греховное и далекое от Бога. И человек никак не сможет этому противостоять без помощи Божией. Ну а дальше слова апостола. Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Но это уже как бы некое пожелание того, к чему нужно стремиться. Потому что сам апостол свидетельствует, что любовь есть совокупность совершенства. То есть это такая общая любовь и к людям, к ближним и даже к врагам. Это есть именно как некий дар Божий. То есть человек не своей силой может облечься в эту добродетель. Но это то, к чему мы всегда должны стремиться. То есть мы об этом не должны забывать. Что если мы не будем стремиться к обретению любви, к тому, чтобы действительно все наши добродетели, которые мы приобретаем, чтобы они были как бы скреплены любовью. В другом послании апостол говорит о том, что если имею там и все добродетели, и чудеса могу творить, но не имею любви, то это все пустое. Это все теряет какой-то смысл. Поскольку сам Господь есть образ любви. Ну и заканчивая этот отрывок, апостол как бы подводит такой итог и даже дает наставление, что довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны, и будьте дружелюбны. И Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. И научайте, вы разумляете друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. То есть тоже как некая необходимость для нас это углубление в то, что мы имеем, в те дары, в то и учение, которое нам Господь дал, и ту премудрость, которую Господь в сердца наши изливает. Вот благодать Божия, которая нам помогает как-то измениться, стать другими, это и есть то действие Божие, которое человека на всякое добро наставляет и вразумляет. И нам нужно вот в этом всегда поучаться, ну и друг друга тоже как-то стараться поддерживать. И когда нужно и вразумлять, и используя, как апостол говорит, и псалмы, то есть священное писание, молиться друг за друга, и друг друга в целом поддерживать для того, чтобы в сердцах мир Божий сохранялся, которому все и призваны, и должны быть друг другу и дружелюбны. И то есть это все как некие плоды нашей христианской жизни должны в нас проявляться. И ну так мы можем себя и проверять, если в нас этого нет, то надо обратить внимание на какое-то свое внутреннее или нерадение, или невнимательность просто, чтобы нам исправляться. Если мы не можем простить, если мы бываем сварливы, не можем как-то себя удержать от ссоры, то нужно опять к Богу обращаться, к Богу прибегать, стараться прибегать и к покаянию, ну к тому, чтобы нам Господь помог, и в нас этого не было. Если в нас это владычествует, если в нас это действует, то значит мы не дошли еще даже, ну не то что до совершенства, которое есть любовь, но и просто до каких-то, до какой-то необходимого уровня для того, чтобы было даже видно, что мы христиане. То есть если мы ссоримся и друг с другом не можем примириться, то мы, собственно, и уже ниже звания христианина. Ну вот поэтому апостол Павел наставлял так и общину в колоссах. Ну это послание, оно и для нас, ко всем обращено, чтобы нам, получая такое назидание, держаться в такой необходимой христианской мере, чтобы была наша жизнь с плодами, с пользой, ну и вела действительно к тому совершенству, которое будет уже в жизни вечной, но которое нам еще нужно достичь. Аминь.